Привет, с вами Саски и это обучение как играть на карте Сетон Склач или по-русски Ситон. Ситон это одна из самых популярных карат Супринки, ставшая уже пожалуй ее символом. Начнем с настроек лобби. Ситон принято играть с так называемым фуллшером. Это опция, которая передает все войска издания своему союзнику при смерти одного из игроков. Ставим условия передачи войск, полная передача. Если коротко, это делается для того, чтобы игра не заканчивалась сразу после убийства первого командира. Также необходимо включить опцию, которая расширит лимит войск для игрока, которому передаются войска. Распределять количество боевых единиц в союзники. Без этой функции вам скорее всего будет передана только часть войск погибшего союзника. И в придачу вы не сможете строить новых юнитов, так как будет достигнуто максимальное количество боевых единиц. Максимальное количество единиц ставим на 1500 или 1000, если у вас есть игроки со слабыми процессорами в игре. Но лучше не допускать игроков со значением CPU выше 250-300. Иначе игра будет замедляться от большого количества юнитов и играть уже будет не так приятно. Перейдем к самой карте. На Ситоне 8 игроков играют на 4 типах позиций. Мид, Рок, Скала по-русски, Пляж и Аир позиция. Сразу покажем где чьи масс экстракторы. В простонародье мексы. Это мексы позиции мид. У него всего 10 надежных мексов и один на передовой. Это мексы позиции скала. Их 13 штук и еще 5 на острове, если он его, конечно, захватит. Это мексы позиции Аир. Их тоже 13. И мексы позиции пляж. 12 штук и плюс 5, если захватит остров. Вот этот мекс, хоть и расположен ближе к позиции скала, но его, как правило, забирает Аирщик. Перейдем к геймплею. Начнем, пожалуй, с позиции мид. Основная задача этого игрока собрать как можно больше реклейма, который лежит в центре. Здесь находится примерно 13 300 материи. А это значит, что вы должны собрать по крайней мере половину. То есть примерно 6-7 тысяч массы. На собираемую материю вы должны делать спам юнитов с нескольких заводов. Также апгрейдить масс экстракторы. И если вдруг масса начнет переливаться, то не переживайте. В супримке все продумано и лишняя масса будет автоматически идти союзникам. Либо можете отдавать массу вручную конкретному игроку, если вы нажмете на значок с рядом его никнеймом в специальной табличке, которая устанавливается вместе с модом Supreme Squad Board версия 2. Подробнее в видео все мои моды в фав. Ссылка будет в описании. Если ваш оппонент вдруг подставился и вы можете его убить, то тут нужно обязательно понимать следующую вещь. Если он сильное звено вражеской команды, то да, его лучше уничтожить. И юниты перейдут более слабым игрокам, которые хуже будут распоряжаться ресурсами и армией. Если же игрок слабый, то лучше его отпустить, пускай дальше будет ослаблять вражескую команду. Если вы сомневаетесь, сильный он или слабый, то однозначно убивайте его, так как противнику элементарно будет сложнее контролировать большее количество территории и юнитов. Но нужно понимать, что речь сейчас шла только о командире противника. Если же вы видите, что можете снести всю базу противника, то однозначно нужно сделать это. Продавите мид, это пол победы. В ситуации, когда противник примерно одного уровня или сильнее вас, лучше не пробовать его пушить, а сделать небольшой блокпост и начинать активно прокачивать экономику. А в дальнейшем начать помогать по морю левой или правой позиции. Чаще всего вам нужно будет помогать позиции пляж. Послушай, в узком проходе достаточно сложно будет вас продавить, если вы вложите достаточно ресурсов в оборону. А вот по флоту проиграть вполне реально. И в случае потери правого или левого бассейна, центральный игрок потеряет минимум пол базы. Поэтому так важно помогать своим союзникам по морю. Позиция скала. Называется она так из-за большой скалы посреди базы, а также из-за рифов под водой и крутого берега, которые не позволяют напрямую спуститься в воду. Первоочередная цель этого игрока – захват острова с помощью дропа инженеров. На острове целых 5 мексов, что даст мощный буст по экономике. Главная задача игрока – естественно выиграть море, и попутно помогать центральному игроку обстрелом вражеских позиций с моря и прикрытием истребителями с воздуха. Чтобы эффективно спамить воду, необходимо много массы, поэтому перед тем, как направить кучу инженеров на ассист морской фабрики, лучше прокачивать экономику минимум до Т2 мексов, обстроенных хранилищами материи. Также тут можно выйти в Т2 или Т3 аир, чтобы спамить торпедные бомбардировщики и Т3 истребители. В целом эту позицию можно считать эко позицией, из-за обильного количества мехов и достаточно маленькой по размеру базы в сравнении с позицией пляж. По игре если вам удалось оттеснить море противника, то не стесняйтесь помогать игроку в центре. Обстрел юнитов и бункеров с воды – это крайне неприятная штука. В ситуации, когда вы смогли продавить своего оппонента до берега и вынесли его основную базу, то если у вас, например, кибран, то не забывайте, что ваши Т2 достроера могут выйти на сушу и начать портить настроение аирщику и тому же мид игроку. Также как только вы захватили берег, сразу пытайтесь дропнуть туда инженеров и настроить как можно больше заводов. От спама какой-нибудь Т1 серафимской арты у аирщика может, например, расплавиться стул или случится приступ. Короче, рабочая тактика. И да, как и на любой морской карте, всегда старайтесь собирать реклейм после боя. Реклейм в супримке – это святое. Позиция – пляж. Мексов мало, остров лететь захватывает далеко, реклейма камней нет, короче, жизнь боль. Как по мне, самая сложная позиция. Также фронт вашей базы расположен намного шире, чем, например, на позиции скала. А это значит, что вам нужно следить не только за водой, но и за транспортниками, которые хотят дропнуть вам Т1 арту, инженеров или еще что-нибудь. Цель номер один – помешать противнику занять остров, либо уже потом пытаться его отжать. Во многом успех позиции пляж зависит от помощи со стороны центрального игрока и позиции аир. Если союзники будут помогать вам торпедниками или строить дополнительную воду, то ваши дела могут пойти гораздо лучше. Четвертая позиция – аирщик. Главная цель номер один – апнуть как можно быстрее мехи в Т2 и сделать Т3 генератор энергии, выйдя в Т3 аир в завод. Основная задача по игре – сделать больше Т3 истребителей, чем у противника, и выиграть аир. Второстепенная – помогать игрокам по морю торпедниками или другими способами. Так как аирщик пытается как можно быстрее выйти в Т3, то ему лучше не делать Т1 в воздух, этим будут заниматься морские игроки. Самое важное, на мой взгляд, аирщику – правильно собирать лес. В нем очень много энергии и материи. Так что обязательно стройте два или даже три завода, с которых будут идти только инженеры на сбор леса и ассист главной фабрики. А чтобы правильно реклеймить, конечно же понадобится ознакомиться с другими обучалками про реклейм и экономику игры. А также можете глянуть видео у Браво, где он рассказывает про роль аирщика в супримке. Чтобы эффективно спамить Т3 аир, вам понадобится так называемый аиргрид. Это шахматное расположение аирзаводов с примыкающих к ним Т3 генераторами. Фишка такой расстановки в том, что каждый завод получает огромную скидку по энергии. И если, например, к заводу будет присоединены 4 Т3 генератора, то стоимость по энергии будет в 4 раза ниже. То есть каждый генератор дает скидку примерно в 19%. Перейдем к микро-моментам в геймплее. Если на аирпозиции появилась свободная масса после апгрейда Т3 мексов, то можно и пожалуй нужно построить ядерку. И вот почему. Все базы противника находятся на трех линиях пролета нюки. А это значит, что противникам придется построить минимум 3 анти-нюки, чтобы прикрыть свои основные базы. Что уже примерно равно по стоимости, как и строительство нюки. Но даже если противники построят 3 анти-нюки, и вы наверняка не знаете, заряжены ли они. Вы всегда можете пальнуть в остров и убить сразу 5 мехов. Либо убить 3 Т3 меха на позиции пляж, нанеся ущерба около 20 тысяч материи, учитывая, если мехы обстроят обратно в течение 1 минуты. Также можно нюкнуть морские фабрики вместе с инженерами. Либо пустить во флот, но это уже рисково, так как флот может переместиться и нюка улетит в молоко. Если пытаться сделать ядерку как можно раньше, то вы скорее всего очень сильно отстанете по экономике. И выиграть Айру уже будет очень сложно. На водных позициях очень часто дропают в воду ОФЗ или серафимского командира Т3. С апгрейдом тактической ракеты. И снайпят мехи, гены завода и все, что не прикрыто прошками. Также на водных позициях за серафим можно неплохо использовать апгрейд на командире ремонтное поле, которое дает неплохое восстановление хп кораблям, точнее 1% в секунду, а также добавляет им 20% к максимальному хп. И если морское сражение будет приходить возле командира с такой аурой, то флот этого серафим составит примерно на 25-40% живучие. Естественно, что заметив такого командира под водой, противник захочет его заснайпить торпедниками, поэтому желательно построить несколько Т3 ПВО на воде и по возможности прикрыть комок серафимскими Т3 мобильными щитами, либо заранее попросить союзника технологию ОФЗ и сделать себе Т2 морскую фабрику, получив доступ к щитовым кораблям с огромным куполом. Также можно дропнуть Т1 артиллерию на 3 мекса на пляже, пролетев транспортниками в слепой зоне. Кибранскую арту лучше не дропать, так как она хуже других уничтожает мелкие постройки типа мексов. Также я показал на своем старом видео про новоксы, как их можно использовать на Ситоне. Новоксы и другие эксперименталки лучше строить только после того, как улучшите экономику до Т3. Видео про новоксы смотрите по ссылке в описании. Знаешь как я контрилю новокса? Смотри. Бля. Короче никак. Это пиздец. Что такое? Также не стоит забывать, что новоксы еще и апнули, так что у них больше урон, правда они немножко подроже стоят. Но все равно лучше ознакомиться с видео. Энгеймеры типа экспериментальной артиллерии, елона, ос или парагон строятся в основном тогда, когда одна из команд начинает зашиваться, либо вести себя пассивно на карте. Наверняка если на 40 минуте противник не пытается предпринимать никаких агрессивных мер, то он задумал что-то нехорошее. Если вы видите, что он начал строить энгеймер, то вы сразу должны решить, может ли вы закончить игру как можно быстрее и если нет, то начинайте строить свой энгеймер. Это только лишь основные тактики, которые часто встречаются на Ситоне. Придумать можно все что угодно, даже дропнуть колоссы на транспорте. Интересный факт, что Ситон это карта, на которой присутствуют игроки от самых низких рейтингов до самых топов, как Петрик, Порцлетки, Нексус, Блэккард, Рабагир, Зло и другие известные монстры Фафа. Я сам начинал с Ситона и отыграл там около 50 игр на центральной позиции, еще до того, как у меня появилась первая тысяча рейтингов. На этой ностальгической ноте я пожалуй закончу свое видео и желаю вам успехов в игре и в жизни. До встречи на поле боя, Командер. Командер.